Здарова ребятки, меня зовут Павел и сегодня начнем новую рубрику по игре Mount & Blade 2 Bannerlord Что будет если? Гайды по прежнему останутся на канале, но будут выходить реже, потому что каждый новый патч приносит изменения в игру, которые убивают актуальность гайдов. Но это совсем не значит, что вы не можете попросить гайд на определенную тему и он выйдет чуточку раньше. Также прошу меня извинить за мою дикцию и голос, потому что я еще не до конца оправился. В общем, дело было вечером, делать было нечего и эксперименты в маунте заводили меня все дальше, вдремучились багов и недоработок. Последним экспериментом, который вывел меня из себя, стал экономический беспредел с мастерскими и караванами. Эксперимент получился неудачным, не в связи с огорчением от своего финансового фиаско, я решил переместить свои исследовательские интересы на поле новых механик бесчинства, то есть посмотреть, как работают казни. Честно говоря, меня просто доконало это местами гениальное, местами ломаная экономика. Я решил выместить игровую злость на всех лордах и просто покайфовать на полях сражений. Стоит сказать, что по ходу реализации моих кровожадных амбиций искусственный интеллект отчаянно боролся за выживание. И почти каждую игровую неделю, а то и чаще, пытался спасти страдающую фракцию путем призванную службу новых кланов. Иногда они состояли из одного лорда, иногда они были полноценны и состояли из двух-четырех человек. Призванные кланы это отнюдь не рандомная штука. Это кланы, с которыми у страдающего королевства отношения не враждебны и едва ли не дружественны. Также это могут быть как кланы других королевств, так и малые нейтральные кланы. Давайте взглянем на глобальную карту прямо сейчас. Так как сюжетный квест только-только активировался и Истиана добилась успешного заговора, как я и хотел, большинство королевств настроены против меня. Честно говоря, я не вижу особого смысла показывать весь процесс эксперимента, так как это просто битвы и чаще на автобое. Но для тех, кто не решался казнить лордов, то процесс выглядит примерно вот так. Пожалуй, теперь я покажу вам финальный итог. А итог таков. Вам принадлежит теперь вся карта. И, собственно, все. Одно королевство, одна карта, куча казней, никаких финальных титров, ничего. Вам не добавят описаний в энциклопедии, которая хоть как-то была связана с вашим хладнокровием. Детям лордов, которые не успели вырасти, добавят что-то вроде «они потерялись» и «нам очень жаль». Что сказать о подобной тактике завоевания карты? В первую очередь это очень неинтересно. Я бы не советовал вам это повторять. Почему? Потому что игра под такие эксперименты не адаптирована от слова «совсем». Количество вылетов, связанных с казнями, можно назвать рекордным для меня. Около 300 часов я провел в этой игре, и все вылеты были связаны только с казнями. Почему так? Потому что сюжетный квест не даст вам стереть с лица земли персонажа, который должен быть пока что активен. А это самое «пока что активен», черт разберешь, когда оно кончится. Чтобы вылеты свести к минимуму, нужно пройти квест до того момента, как вам скажут уничтожать фракции. Заговор к этому моменту, естественно, должен быть уже пройден. То есть Истиана или Арзагос, или Арзагос, кому как удобней, должны осуществить его. Иначе, на каком-то моменте, в большинстве случаев, у меня это было где-то, ну, 1960 примерно из 2000, игра просто кражется, и ничего не происходит. Также, когда, допустим, в какой-то из империй остался лишь один лорд, и вы нажимаете кнопку «казнить», вылетает. Вылетает, потому что игра не может посчитать, как распределить владение. Да, кстати, когда вы казните всю фракцию, владение переходит не вам, а фракции, которая лидирует в войне на глобальной карте. Если фракция, которую вы добили, ни с кем не воюет, кроме вас, то ее владение передают фракции, которая просто господствует на глобальной карте. Если фракция, которую вы аннигилируете, находится в состоянии войны с кем-то, кроме вас, то не ждите, что вы станете счастливым обладателем фражеских замков. И мне от этого всего стало даже как-то грустно, знаете, ну, я рассчитывал на то, что разрабы оставили хоть какую-то пасхалку или титры, но нет. Методичное уничтожение всех лордов по очереди, фракция за фракцией или, ну, всех фракций сразу, как вам удобнее, хотя это не лучший выбор, приведет к тому, что в итоге с последней казнью вы обретете все владения, все замки и все города сразу. И все. Больше ничего. То есть, если у вас есть государство свое, или если у вас его нет, в итоге вы просто получаете всю глобальную карту, и в игре это никак не отражается. Вы абсолютно остаетесь один, и остаются только персонажи, которых вы можете нанять в тавернах, которые периодически каким-то чудом занимают призовые места в турнирах. И все. Вы также не сможете выбрать себе жену, ну, или мужа, там, кто, как играет, я уж не знаю. Да. Никакие действия вам не доступны, сюжетный квест на стопе, и вы один, у вас вся карта, и вы, можно сказать, победили. Но вы ничего и не делали, кроме как просто подряд казнили всех. И в игре это никак не отражается. И это очень обидно. Черт побери, даже в английской версии, когда мы заходим в энциклопедию, мы не видим там ничего, что связано с казнью. И это очень печально. Но не будем отчаиваться, нас ждут еще новые и новые эксперименты. Так что всем до новых встреч в новых видео. Ну а с вами был Павел, всем вкусного чая и добра.